Вот те, кто спортом занимался, скорее всего, и особенно занимался спортом в коллективе, всегда видел, что существуют разные типы спортсменов. Есть спортсмены, которые приходят на тренировку, халявят, играются на ней, делают все с какой-то такой легкостью, делают это все непринужденно, прогуливают. Тренер на них обычный, тренер им не доволен, потому что... Обычно такие люди не похожи на спортсмена, но при этом у них очень хорошо получается выступать. Они приходят, ну, по крайней мере, в первые несколько лет своего развития, они приходят на соревнования, прогуливая тренировки, запросто занимая первое место, с какой-то такой легкостью, с какой-то такой непринужденностью. И все в зале такие, что, где справедливость? Когда? Мы, пахай, приседай, тренер, скажи ему. Ну, понятное дело, что когда спортсмены дорастают уже до уровня, ну, где-то выше КМС, выше КМС, то наступает все-таки такой момент, когда этот человек получает по заслугам и начинает прыгать на соревнованиях, его легкость уже ничего не дает. И вот те трудяги, которые пахали сали, которые говорили, что вот, вы вот, чем больше вложите, тем больше получится, они, скорее всего, получают чувство удовлетворения. В принципе, когда вы увидите, ну, в принципе, я занимался в нескольких спортивных секциях, и всегда было такое разделение в юношеском спорте, что есть такие вот красавчики, у которых все получается, но они, конечно же, как сказали на мастер-классе, у них скользкая дорожка, они там наркоманы и все такое. И это воистину так, потому что всегда такие одаренные, такие талантливые спортсмены, они действительно быстро бросили спорт, потому что, когда дошли до той степени своего развития, как требуется прилагать много усилий, они поняли, что что-то не их и пошли искать более легких. И вы можете заметить, что есть другой тип спортсменов, которые приходят на тренировку, у них ничего не получается, и они говорят, еще раз, еще раз, еще раз, и у таких спортсменов вырабатывается ощущение, что чем больше ты впахиваешься, чем больше ты вкладываешься, чем больше ты внутренней энергией тратишь, тем, скорее всего, будет больше задача, чем может быть. Но это не всегда так. Не точно. А? Это не точно. Это не точно, да. И лучшими становятся, понятное дело, и те, и другие, просто когда говорят, что вот у этого человека талант, так полагается, что у этого человека, как бы, такой очень легкий старт, ему очень продвигаться. И есть трудяги, которым нужно много вложить для того, чтобы что-то получить. Схожая картина в вашем представлении спортсменов? Примерно. Ну, обычно так и есть. И не только в спорте так. Ну, у нас сегодня про спорт. И я хотел бы, мне всю жизнь была интересна, почему так? Почему вот есть люди, которые могут просто-напросто впитать любую технику, впитать любой вид спорта, ну, вот, который, конечно же, в каком-то определенном сегменте для них подходит. И, как мне кажется, у меня есть представление, я вижу, как это работает, но я вижу очень мало людей, которые обладают этим качеством и которые могут себе это качество культивировать. И сегодня мы попытаемся с вами поговорить, подискутировать о том, каким образом можно вырастить в себе суперспортсмена, почему у одних получается, а другие занимаются исключительным поиском вот какой-то таблеточки. И что же такое проприоцепция? Про нее сейчас говорят все больше и больше. Это некое чувство, которое отвечает за то, что вы чувствуете, как ваши мышцы располагаются в организме. Как вот они распределены. Вы можете чувствовать их баланс, чувствовать, где они находятся, и в любой момент к ним обратиться. Это такое, там, то ли шестое, то ли седьмое чувство. И считается, что вот в спорте, конечно же, это нужно. Особенно если взять какие-нибудь прыжки на батуте, то люди даже с закрытыми глазами могут творить все что угодно, очень хорошо ощущать все у тебя. Но я бы хотел поговорить, я просто не нашел в современной науке вообще, в науке спорта какого-либо термина, который бы объяснял вот то явление, о котором бы я хотел очень поговорить. Вот о том, что делает из обычного человека суперчеловека. И мы сегодня поговорим про преакцепцию. Я еще даже не начал. А, извините, мы вчера вы обсуждали с Юлей. А я не был с Юлей. А, да? Я не буду вам объяснять. А у меня это будет с точки зрения правды. Как раз там много теоретических основ. Ты начинаешь на такой вот? Ну, конечно, потому что, скорее всего, мы одни и те же книжки читали. И у меня был свой собственный опыт, который я пытался объяснить, обращаясь к современной науке и к современным. Ну, и ясное дело, что источник должен быть один и тот же. И рано или поздно вы должны пересечься с ней. Вот так. Я сегодня предполагаю вам рассказать про преакцепцию. Про картирование, как я его увижу. Про роль чувствительности и внимания развития спортсмена и его роли во фрейдайвинге. И попробуем поговорить про развитие преакцепции. Вот этого чувства. Следующий слайд. Ну, вот я уже сказал, что определение, оно очень не точное, которое говорит нам о расположении мышц. И область знаний и пониманий, это такая, что она где-то на уровне человеческих ощущений. То есть, если собрать топовых спортсменов в кучу и начать с ними разговаривать, я понимаю, чувак, о чем ты говоришь. Ну, то есть, все понимают об этом, но как-то внятно объяснить, это очень сложно. Практика. А если за это дело берутся теоретики, то там еще хуже становится. Там термины. И давайте сразу же попробуем поболтать. Какой вот самый-самый быстрый навык для развития во фрейдайвинге должен быть у человека, для того, чтобы был очень-очень быстрый старт. У меня просто есть очень суперский кейс. И когда мы обсуждаем с ребятами, с инструкторами, у кого какой студент круче, в море, короче, пришел и в море сразу на 25. А? Я могу всем утереть нос. У меня есть супер, супер студент. Вот, откуда должен прийти человек, из какой области? У нас фрейдайвинг, мы там дальше об этом поговорим, это спорт взрослых спелых людей. И это что значит? Это люди приходят туда самореализовываться. И они вот все такие возрастные, и у кого-то за плечами был опыт, там, не знаю, борьбы. У кого-то бокс, у кого-то шахматы, у кого-то еще что-то. И частенько мы даже вот с ним спорим, откуда лучше, если пришел человек с плаванием или с подводного плавания. Но опыт показывает... Синхронное плавание. Тут даже спорить нечего. Нет, это понятно, но это важно. Ты задал вопрос, синхронное плавание? Синхронное? Ага. У тебя уже готово всегда есть. Ну да, жалко, что с мужскими есть проблемы, но вы девочки из синхронного плавания. У меня есть человек, который за три или за четыре дня нырнул вообще без какой-либо физподготовки на 35 дней. Человек в возрасте был больше пятидесяти лет. Ну и тихо. Тихо там. Ну, короче, вот это точно не подводное плавание. Подводное плавание задает некий такой фундамент развития тех мышц, которые нужны. Очень правильная техника, координация. И, собственно, та база, на которую человек плавает, она у него... А? Походники у них хорошо разве-то легкие и певцы. Ой, да? Походники. 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 Ну, люди, которые в бою. Певцы, кстати. Вот, ближе. И работа... Оперные телесвязи. Нет? Нет. Мне попался как-то... Приехала семья. Кам-дахап. На тренировке. И... Приехал муж. Подводный охотник. Очень упертый такой. Блин, вот прям вообще очень жесткий такой прям. И с ним жена. Ей делать нечего было. Она с ним ходила на занятия. Жена занималась... Ну, не занималась. Она вообще тренирует людей, которые тренируют... Риторику. Она готовит инструкторов по риторике. И... У нее вообще не было никакой цели. Муж не мог найти мягкое любое. У него она затыкалась. Он нырял вниз головой. Тулся со всей силой. Думал, он прорвался. Просто нахрен барабанные переполнцы. Очень много усилий. Очень много желаний. И абсолютно нулевая чувствительность. В отличие от его жены, которой было все равно. Она сама тренирует вот этих инструкторов по риторике. И что оказалось? Что абсолютно любое упражнение, любой сложности я ей показывал вот ровно там 3 секунды. Я его объясняю. Говорю. Мягко его приживаем. Горта не поднимаем. Голосовые связочки расслабляем. Грудную клетку. Живот. Она такая 3 секунды обдумывает. Находит. Раз. Два. Три. Сделано. Раз. Два. Три. Сделано. Мы такие. Блин. Обидно. Сделано. Но статику-то ты точно много не пролежишь. Сделано. 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 Пять минут. И у тетеньки вообще никакой формы. Ну то есть. Ну как формы тебе тетенька после пятидесяти лет, которая не занимается ни спортом, просто учит риторики. Собственно. Никаких физических кондиций. Но. Оказывается. В риторике есть и всяческие упражнения очень интересные по выдохе, когда вы делаете допустим вдох и произносите предложение на одном выдохе. Потом вы берете два предложения, делаете вдох и говорите на одном выдохе. Потом три предложения, абзац, два абзаца, три абзаца. А потом берете лист, делаете вдох и на одном вдохе тихо произносите весь вот этот вот, весь вот этот лист. Контроль грудного, контроль дыхательных мышц. Просто великолепно. И походу еще объем легких нормальный. Потому что сходу пять минут. Обидно. Так откуда Волтурсона 35 с нас нормальный? Это она и есть. А это она? Это она и есть. Мне реально было очень страшно. Причем, ну поскольку это прям совсем-совсем новичок, то я ее отправил к Тане. И у нас новички, ну точнее, у Тани нравится, у меня кто поглубже. И она настолько расслаблена. Настолько хорошо расслабляла грудную клетку, живот, настолько чувствовала все хорошо. У него вообще не было никаких затыков. Просто человек шел и кайфовал. Шел и кайфовал и расслаблялся. И когда она дошла до двадцати пяти или по тридцати метров, Таня говорит, это твой студент. А мы же ко мне, да? И она мне не сказала, что у нее нырки там под две с половиной минуты. То есть, и как-то я ее сразу же сходу начал страховать. Она нырнул, и я такой, как обычно. И меня там как прижало. Я думаю, я ж не могу всплыть. Ну и вообще, я не знаю, я инструктор как-то. Я спортсмен. Да я дождусь. У меня как прижало. Я думал, сдохну. Мы всплываем, и непонятно кто из нас синее. Соответственно, что... Ну вот, в моем опыте есть такой человек, который пришел из абсолютно, как бы сказать, не спорта. Но для фридайвинга получается очень-очень такой специфичный навык и очень крутой югунский. И я просто уверен, что если там чуть-чуть человеку дать физической формы... Ну, конечно же, нам в технику долго нудно, но, как по мне, самые крутые чуваки, у которых прямо вот будет очень легко получаться из-за того, что фридайвин специфический вид спорта. И у нас очень крутое, биктонное ограничение по компенсации добрения. Я все-таки говорю про глубины фридайлинга, потому что... Ну, где там, Саша? Потому что это фридайлинг. Настоящий. Но в бассейне другая специфика. Там, конечно... Так вот, во фридайлинге вот такой вот специфический навык. Но... А скажи, Андрей, не развивись? Вообще дядька приуныл просто капитально. Вот. Сначала было не смешно, потом смешно. Я без смеха спрашиваю. Потом опять не смешно. По-моему, на третьем занятии слился просто. То есть мы ее доныривали, а поскольку он заплатил... А мы люди жадные, она... Осваивали. А вот тем получил расстройство в желудке... Я не знаю, чем это закончилось, но было прикольно. И теперь вы прослушали лекцию про нейрофизиологию. Да. Про нейрофизиологию, да? И есть очень крутейшее такое... Крутейшее бетонное основание, через которое не пробивался, по-моему, никто. У нас есть вот такая страшная штука. Такой вопрос. Смогу ли я, придя во фридайвинг, там вот лет, ужас, в тридцать, в сорок, попробовать развиться и что-то в нем показать? Каждый из нас. Есть у нас очень классный пример в виде Натальи Молчановой, которая пришла во фридайвинг в позднем возрасте. Но база у Натальи была, дай боже, плавательная. Поэтому говорить про Наталью, что вот это такой ординарный человек, который взял, пришел и с нуля все сделал, конечно же, не приходится. Вот... Самая... А? Ну, вот я не сомневался, кстати, что... Что это будет шестереть. Не бегайте. У меня в год пустилась. Просто... Тебе хана, малыш. В общем... И когда... Когда спортсмены начинают... Ну, спортсмены... Я не знаю, кого там называть. Кто-то обижается, когда их спортсменом называешь. Кто-то, наоборот, радуется. Кому-то говорят, что он не спортсмен. Спортсмен, это все, конечно, очень большие условности. Но... Вот, действительно, есть ли такое ограничение или нет? Давайте попробуем разобраться. Сможете ли вы взять и при помощи чего-то, при помощи какой-то волшебной пилюльки, вырасти в какого-то очень крутого спортсмена? Что для этого нужно было? Потому что в нашем спорте это точно можно. Потому что в нашем спорте у нас нету скоростно-силовых качеств. Нам не нужны определенного типа волокна, которые генетически там располагают. Которые дают какую-то скорость, какую-то прибавку тебе перед другими спортсменами. У нас начальный старт, как показывает практика, может проходить у людей, которые никакого отношения вообще не имеют ни к спорту, ни к физическому развитию. Вот, можете ли вы? Скорее всего, вам на этой лекции рассказывали, что нейропластичность сохраняется в течение всей жизни. И что люди, которые получали травму мозга, они все равно восстанавливают и двигательную активность, и чувствительность. И мозг может переносить те участки, которые были повреждены в нейронных связях, в другие области. Натурально в другие области. И все восстанавливается. Может быть, это, конечно, не очень быстро, может, это занимает время. Но это есть. Соответственно, даже если вы взрослый, даже если у вас, не дай бог, закрылись зоны роста, то есть вероятность, что мозг у вас останется пластичным. И самое главное, где вот это вот качество, надо понять, где вот то самое качество, которое делает спортсмен. Вы должны тренировать мозг или тело? Какие есть идеи, кстати? Что вы должны тренировать, чтобы стать суперспортсменом? И то, и то. И то, и то. Конечно, так не пропавшую. Я хочу вам сделать. И так, и так, и что вы... Заберите в ваг. Ну да, давайте посмотрим нас, у кого получилось. Вот есть ли в вашем окружении какой-то такой пример. Как будто у вас столько получилось. Вот которые пришли и начали вот так бак 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 и в данке. Ну горочки, например. Ты? Ну я быстро довольно продвинулась, хотя вообще было не очевидно, что смог бы что-то вообще сделать. Ну как бы, мне конечно не 50, но я с помощью не занималась никогда. Понятное дело, у них нет вот этой проблемы, у них гибкие нейроны, хорошая генетика, понимаете? Да что? Ваше количество. Я в теме время, когда я нырял лучше, чем Саша Костышев. Я тоже помню это время. Я тоже нырял лучше, чем Саша Костышев. Ну таких примеров немного, да? Вот почему-то как-то... А? Вот он пришел достаточно поздно. Сергей Сергеевич Гурочкин. Да. Ну я просто 30 лет тяжел. Цыкуненко. Жалко всех нельзя выстроить и так, пощупать и посмотреть, что у вас с нейронастичностью, что вы ребята делаете. И действительно так, посмотрите. Вот, он что-то съел. И посмотреть, что у них, как вот у них. Мне кажется сложно так посмотреть, просто еще все дело перед детом и в мотивации просто. Если он не готов вкладывать много. Если он не готов вкладывать много. Да. У него много других приоритетов. Просто потому, что в жизни нужно вкладывать в последствии, если это не видно. Уже немного. Уже немного. Уже немного. Понятное дело, что не больше он много мотивации себя вкладывает. Мне кажется, это качество называется целеустремленность. То есть, когда мы из многих целей всегда выбираем одну и к ней идем. То есть, есть такие спортсмены-спортсмены, которые... Да, они... И к девочкам. Ну, на самом деле, это такое неблагодарное занятие. Потому, что что Мурат, что Южнея, что Оля, что... Так вы все твари! Сережа... Да нет, я не думаю, что вас ненавидят. Да? Да? Да. Но вы все очень разные. И если вас поставить где-то рядом, именно так долго, пристально... Смотреть-то, скорее всего, мы не найдем вас. Каких-то таких... Чего общего. Таких характеристик, да. Каких-то общих. Которые бы из вас... Вас выделили из толпы. Потому, что они будут очень очевидны. Ничего у вас особенного нет. Но мы попробуем разобраться, что объединяет. Сережу. Южною. Брата. Более. Но для этого нам нужно... Подожди, еще Миша. Фиша. Мне кажется, определяешься. Встать. Что это? Встать. 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 Вспортие, это называется мотивация. Ведем, мотивация, это основы любые. Просто. На самом деле, по долгосрочной. По долгосрочной. По... По долгосрочной. И про старой. По долгосрочной. Мотивации, это... Это довольно грубая штука. Мы про нее поговорили, про мотивацию, про спортивное долголетие, если успеем, если не будем громко рожать. Сначала хотелось бы еще глубже зайти. Зачем людям фридайвинг и кто приходит во фридайвинг? Кто приходит во фридайвинг, на самом деле, какая-то очень обидная тема. Потому что у меня был прикольный опыт. Мне нужно было делать логотип. Эй, футболку он наделал. Я бы показал логотип. А, вот этот логотип. Вот его я делал. И девочка, которая делала мне этот логотип, она мне скинула опросник. А там опросник просто там полжизни ей рассказал. Первая любовь. Вторая. И все. И фридайвинг. И самое интересное, что ей, что она так долго докапывалась до ниши, вот кому я продаю фридайвинг. Но я сначала обиделся, что его никому не продаю. У меня сон фридайвинг. Вот это он был. Но оказалось, что если начать пристально, пристально взматриваться в тех людей, которые приходят к тебе на курсы фридайвинг, то вы можете их классифицировать очень убого и обидно. То есть есть люди, которые приходят познакомиться. А еще лучше, чтобы это было вот в поездке. Чтобы это все было красиво, с длинными ластами, тепло. И на неделю. И на неделю. И на неделю. Лучше на две. Ну это там... Нет, ну ну ладно. Просто я не знаю. Есть такие, а? Ну конечно же нет. Мама. Каких нет. И вторая пятигорель. Это упертые, обдолбанные спортсмены. Они, короче, приходят. И они не реализовались в своем спорте. И хотят реализоваться. Чувствуют, что у них уходит паровоз, пароход. И катабарант. И они приходят, вот, понимают, что, ну как бы семья, это, да, это, но спортивное долговетие, оно, ну, это грустная тема, но спортивное долговетие, это такая штука недолговечная. И лет там после скольки-то это начинает очень хорошо ощущаться. И они приходят, кто-то от кризиса среднего возраста, кто-то, ну, действительно, попробовать до самореализоваться. И приходят из других видов спорта. И им что нужно? Прежде всего. Особенно это, кстати, чуваки из плавания. Вот прям очень хорошо чувствуются. Они приходят, этим коголя. Ха-ха, Сергей, сейчас я покажу, как он плавает. И что-то не показывает. Я не согласен, что он обычно показывает. Пока. Мне нужно другому голову разговаривать. Причем, где они? Санжики-то где? Ну, если выборку сделать, то... Если взять и не разговаривать с обычным плавцом, то ничего там не высказывает. В бассейне чаще всего показывают. Да, в бассейне нормально что-то. А в глубине? А в глубине нет. А? А в глубине нет. А в глубине нет. А в глубине ничего не показывают, потому что не хватает специфических качеств. Вот. И обычно вот эти спортсмены, они уже бюлорды, очень филюстрембионы. И, ну, вот, кстати, слушают они не очень хорошо. У них свое видение. И у них самое главное, у них какое-то вот представление, что у них все очень быстро получится. И они приходят туда с таким, в этот фридайвер, что сейчас я немножко вложусь, потому что тут вроде бы как очень молодой вид спорта, и нормативы тут не особо жесткие. Можно тут что-нибудь показать. И вот те, кто с этим настроем приходят, да, то есть не те, кто на долгосрочную перспективу пришли работать, которые удовольствие получают от этого, а просто они туда ворвались, и сейчас я вам тут это, напихаю орехов куда надо. Вот у таких тоже не очень получается, да. Есть такая категория? Все таки видят. Кстати, не спортсменов технических. И не спортсменов, согласен, тоже очень. Очень много. Самоуверенны, да. И это у нас что получается? Двух нашли, но и есть... По пути к сучам и зашедшим, а по пути к психиатру. Нет. Потому что когда к тебе приходят и платят деньги, люди, может быть, даже если сами не очень понимают, за что они платят, но они вполне себе, вполне себе имеют какие-то конкретные цели. И есть еще третья группа, она самая большая. Это кто? Это люди, которые пытаются уйти от рутины. Которые понимают, что вот в жизни-то они ничего и не попробовали. Что надо найти какой-то... Ну что, подсказывайте, все тут такие. За изменённые. Ну да, какую-то кафушку, какое-то развлечение, что-то. И для чего эти люди приходят? Для чего эти приходят? Для чего вы приходите? Да. Для чего вы приходите на тренировку, садитесь на бортик и полчаса болтаете? А? Для чего вы ищете какую-то комьюнити, для того, чтобы прийти и в этом комьюнити ничего не делать? А? Отдохнуть люди в спорте. Ну, спортом можно заниматься, а тут можно прийти. И в длинных классах, и в красивом кидрокосе. И в садочке фото. И самое главное. И в садочке. И в садочке. А еще в пандемию пообщаться? Да там всегда пообщаться. То есть для этих людей это в основном... Сметь обстановку, отдохнуть. Разве еще? Нафиг ты вообще платишь? Он говорит, а я работаю охранником, я вообще прихожу на их жилы людей посмотреть. Такая литра будет. Ну, нет, на автосоянность что-то. И то есть мотивация у всех людей разная. И понятное дело, что вот та самая главная причина, для чего люди приходят во фридайвинг, она будет предопределяющей. В принципе, предопределяющей. И многим, на самом деле, вот их поведение как раз таки объясняется вот этим поиском волшебной таблетки. Что я пойду и в какой-то там восточной эзотерической практике найду какую-нибудь штучку, заплачу, и буду я делать их ряси в дамки. Ну, не в те дамки. А вот буду хорошим спортсменом. Или пойду еще куда-нибудь там заплачу за этот курс, и опа, сразу же как верну. И вот этот поиск волшебной таблетки, он, может быть, это, кстати, связано с культурой потребления. Да, что мы пришли, что мы в магазин пришли, заплатили за бублик, нам бублик дали. И тебе ничего не надо делать. Главное, чтобы у тебя были деньги. Тебе не нужно выкладываться. То есть ты пришел такой, по идее, как должен выглядеть процесс получения бублика. Ну вот, с точки зрения спорта. Ты приходишь, тебе чувак говорит, смотри, тут мука, масло, маргарин, вот это присыпка. Скалку бери, делаем тесто. Катай, катай, катай. Да, 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 сильнее жми, жми, катай, катай бублик. Ну кто такой бублик делает? Это пирожок. И ты катаешь, катаешь, из него делаешь вот что-то, потом его печешь, потом присыпочку, потом получилось фигня какая-то. Вот так обычно, по идее, по идее, спорт, он вот правильно. Но наше культура потребления, наша привычка говорит о том, что, да это все фигня, мы берем, даем кому-то денег, и он нам все приносит, который нет. И про спорт люди по инерции думают то же самое, про фридайлингу думают то же самое. Я сейчас приду, денег хоп, и... Все так думают? Да нет, конечно, никто так не думает. Ну, большие слова. Честное слово. Как качок качка, ты меня понял. Олег, можешь на следующий слайд? Вот эту картинку вы видели, кстати... Вчера. Вчера, да. Вам объясняли, как отличить гомункулуса сенсорного от... От какого там? От моторного. Нет. Очень легко. Они разные, типа. Ну, по крайней мере, по мужскому полу, да. То, что вот у этого висит, оно не требует включения моторной коры. И работает оно несколько иначе. Поэтому это кто? Сексаный Сенс. Барро. Это Сенсаный. Угомункулус. Что он нам говорит? Он нам говорит о том, что у нас есть некое представление мозга о нашем теле. Что в обычном человеке спрятано вот такое существо. Почему? Потому что ему надо много говорить, чтобы выжить. Поэтому речевые функции с детства у нас должного уровня. У нас хорошее развитие нейроновые связи. Вот всего того, что отвечает за мимику. Не переживайте. За то, чтобы хватать. За то, чтобы в телефоне колупаться. Все это работает шикарно. И, кстати, это хорошие новости для тех, кто хочет освоить компенсацию давления. Потому что вся вот эта батяга у нас проработана очень круто. Единственная проблема, что она находится в зоне автоматизма. И нам как бы заново приходится туда влезать за счет сенсорного корпуса. За счет работы сенсорикой. Но при этом нейронные связи управления в моторной коре, они уже очень-очень круто работают. Вот я с вами говорю, у меня все, что нужно для компенсации давления, все работает по тысяче раз в минуту. Но как только мы начинаем это все делать, влазим своим мозгом туда, на самом деле не мозгом, а интеллектом, то начинаются проблемы. Соответственно, вот сейчас перед нами гомукулус, который, скорее всего, в жизни действительно в телефоне только колупался и разговаривал. Почему? Потому что у него очень хорошо развиты кисти, у него очень хорошо развита мимика и относительно слабо развиты руки, ноги, корпус. И если мы возьмем с вами, как предлагали мне тут личики, займемся такой практикой. Все закрывают глаза и попробуют ощущить свое тело. Где вы его ощутите, как его ощутите. Ну и действительно, скорее всего, если вы быстро пробежитесь по телу, вы увидите, что вы руки чувствуете прям хорошо, очень быстрый отклик. Вам найти руку не составляет никакой проблемы. Точно так же найти мимические мышцы тоже не составляет никакого труда. Вот уже с конечностями будет похуже у тех людей, которые спортом не занимались. Но при этом, конечно же, будет на вот эту картину гомукулуса накладываться та деятельность, которой вы занимались. Если вы много занимались, ну не знаю, какой-нибудь греблей, какой-нибудь настольным теннисом, штанаром, рестлингом, не знаю, тем, что прорабатывал верхний поиск конечностей, конечно же, вы проработаете ваши руки и нейронные связи, которые отвечают за связь вашего мозга с руками, будет лучше. Здесь уже будет более накаченный гомукулус. То же самое будет, если у вас, если у вас будут, будет работа, которая связана с ногами. Все, наверное, видели, как танцуют спортсмены. Ну, в удовольствии говорить про это. Было, видели даже на дискотеках, как танцуют боксеры. Ну, то есть, кажется, что вот этот навык, что вы чем-то занимались, плаванием, например, или боксом, или борьбой, он должен как бы вас бустировать в любом случае, в любом виде спорта, потому что, ну, теоретически, какая разница? С какими мышцами работать, да? С бедрами, с руками, с корпусом или еще с чем-то. Но, как показывает практика, вот те люди, которые даже достигают хороших успехов в спорте, если их отдали в спорт в очень раннем возрасте, и если эти люди занимались такой специализацией, и им не приходилось сделать новые неровные связи, то обычно вот сказать про них, что они прям пропроцедурные и схватывать любую технику нельзя, потому что у них примерно как вот с нашими руками и с органами компенсации давления происходит такое, что детский тренер и маленький усердный человек за счет вот своего усердия и обычно люлей достигает некоего понимания, где у него руки, ноги находятся, разрабатывает чувствительность там, доходит до определенного уровня и, в принципе, бросает это дело, потому что он достиг нужных моторных навыков, он достиг нужных кондиций технических, ему больше нет смысла туда вообще влазить. Он если туда влезет в свои мозги, он только что-нибудь сломает, а в высоких достижениях там буквально какое-то немалейшее изменение, и оно будет приводить к срыву всего паттерна движения. Поэтому получается, что, танцующие боксеры, что вы не увидите какой-то грации пластики у людей, которые занимались моноспортом. Почему? Потому что, так же как вот с органами компенсации давления, сделали и забыли. Соответственно, вот какой, что, по вашему мнению, должно человека развивать, развивать гармонично и всеобъемлючно. Вот за счет чего у нас люди некоторые очень хорошо обучаются, это именно физическим навыкам. Вот бывают люди, которые ходят в бокс, хоть в танцы, хоть на... Куда-то еще? Ну если они занимаются разными видами? Можно предположить, да, что вот те люди, которым приходилось заниматься разными видами спорта, а еще кому-то повезло, кто-то ноги прокачал, а потом руки прокачал и корпус, то у них скорее всего да, то есть за счет какого-то принудительного. Но по большому счету оказывается, что легче всего обучаются люди в плане двигательной активности. Не те, которые занимались глубоко каким-то спортом, а те, кому приходилось чаще создавать нейронные связи между головой, между мозгом и мышцами. Те, кто что-то часто пробовал, экспериментировал, и те, кому много приходится учить новых движений. Вот именно новых движений. То есть сама идея быстрого обучения как раз таки в том, чтобы создавать нейронные связи. Наверное, вам про это про лекции то и рассказывали, да? Про развитие быстрых, про быстрое развитие нейронных связей. И, конечно же, это получается тогда, когда человек именно этим и занимается. Но может ли человек взять так быстро и создать нейронные связи? Какое качество должно быть для человека, чтобы они быстро создавались? То есть тут уже получается нифига не очевидные вещи, что мы вроде бы можем очень много вкалывать, очень много давать работы, но эти нейронные связи не будут образовываться. А можем вроде бы как немного работать, но эти нейронные связи будут образовываться. Причем неважно в каком возрасте, от чего это будет зависеть. При том, что, по идее, мы не можем нашему телу, нашему мозгу сказать, ну давай, создавай нейронные связи. Почему? Потому что наше тело, оно в принципе очень экономное, и в процессе эволюции эта экономия выработалась, потому что если мы будем развиваться во всех направлениях, нам никаких ресурсов не хватит. Соответственно, те же нейронные связи, они развиваются только тогда, когда... Когда акцентированно заниматься, не просто... А ты вчера была на лекции, так не честно. Я запомнила лекцию. Нет, Андрей, можно заметочку маленькую? Просто помимо развития нейронных связей, вот эта тема как раз, она присутствует в физиотерапии, когда с человеком произошел какой-то дэмэдж. Ну, что-то там. Либо там защемление нервов, либо лёгкое там... И когда вот нарушается двигательная активность, медики что делают? Они миотерапии вот эту, да? Миоэлектротерапии. То есть они пытаются через мышцы пробудить те нейроны, которые заснули во время вот этого дэмэджа. И я, в принципе, это всё проходил, и поэтому мне это знакомо. И я восстанавливался за счёт кинезиса. И кинезистерапии. И вот как бы... Я к тому, что когда у нас какая-то мышца не развита, либо она забыла свою физиотерапию активность, медики что делают? Они её сначала искусственно пробуждают, потом прописывают комплекс каких-то упражнений для того, чтобы через наработку вот этой мышцы мы просто пробудили свои нервные связи в голове. Очень крутой пример. Мы его сейчас разберём на картиночке. Хотя я, наверное, залезу в Юлину стезю. А Юля здесь? Вот меньше комментариев. Мозг. Вам вчера показывали, что есть сенсорный кортекс или кортекс и моторный кортекс. Вот у нас этот кортекс отвечает... Казалось бы, что это вообще одна стезя, что движение и ощущение – это нечто одно и то же, но нет. За ощущение у нас отвечает одна золома мозга, за двигательную активность совершенно другая. Но они смежные. Соответственно, что вот на вот этом примере делают медики? Как развить новые нейронные связи у человека, которых нафиг потерял? Ну, в первую очередь, мы не можем... Вот наше тело не может управлять тем, чего нет. Вы с этим согласны? Что вот если есть мышца, которая... Мозг, который не знает, не подозревает о ее существовании, он ей управлять никак не может. Чтобы начать управлять этой мышцей, надо, чтобы в карте чувствительности эта мышца появилась. Так ведь? Вот что делают медики? Они стимулируют мышцу, чтобы в мозгу появился сигнал, чтобы сенсорный кортекс прочувствовал, где эта мышца находится в карте патриоцепции, в карте тела. Эта мышца появляется, человек такой, вот я где-то как-то ее чувствую. И после того, как человек начинает ее чувствовать, его задача перейти к этой мышце и начать каким-то образом ей управлять. Это очень сложно, это очень нудно и каким-то образом нужно создать новую эрнированную связь. И это делается как раз за счет связки сенсорной и сенсорного участка, моторного участка. И все новые обучения, все новые обучения, ну, вот если мы хотим развиваться очень быстро, они будут лежать через взаимодействие сенсорной и моторной коры. Потому что, если вы хотите научиться, чем-то научиться управлять очень хорошо и точно, вам придется сначала это почувствовать. А если вам не интересно это чувствовать, у вас вообще ничего не получится. Поэтому, а вот самое главное качество, забегая вперед, которое позволяет человеку тренировать те мышцы, которые ему интересны, это самое интересное, это интерес. Надо 10 раз сказать интерес. И интерес порождает внимание, которое вы направляете в чувствительность. И что происходит? Конечно же, сам интерес ничего не делает. Сам интерес не рождает нейронные связи. Но когда вы своими тысячами обращениями к нужным мышцам, или ста тысячами обращений в теле, постоянно в эту мышцу тыкаетесь и чувствуете, мозг понимает, что раз 10 тысяч мы сюда ткнули, значит, эта область нам нужна. Давайте здесь все-таки построим нейронные связи, чтобы это все происходило гораздо быстрее, чтобы мы не как ребенок в потемках. Где наше мягкое небо? О! Нашел! А нет, это корень языка. Вот чтобы мы не вот так делали, то есть нам для обучения нужно использовать интерес, искренний интерес. И тут, как в сталкере, вы тут никого не обманете. Вот если вам нужно, вы сможете это развить. Вам только надо сказать, как. И вот посмотрим, будет ли буш у всех присутствующих. То есть надо всего лишь вам развить новые нейронные связи в тех мышцах, которые отвечают за передвижение, которые отвечают за компенсацию давления. И это можете сделать вы только сами. Почему люди сбиваются в коллектив и пишут, да, наш клуб, или там приходят в футбол, как все вот в этих вот, и собираются в кучке фотографироваться. Почему? Нету собственной энергии, нету собственной мотивации, нету, самое главное, собственного интереса к развитию, любопытства. И они сбиваются в какие-то кучи, изображают, что у них там развитие идет. Самое настоящее развитие, это когда вам интересно прийти на тренировку и никого не встретить. Вот. Какой бляхомуха никого не встретить. Пришел, и с чувством, с толком занимаешься тем, что нравится. Что такое в каждой теме? Пришел и ушел. Если очень сильно любишь свое дело, так иногда бывает. Пришел такой... Как качок качка, я тебя понял. Давайте про карту тела. Про карту тела. Что же такое проприоцепция? Если мы возьмем сейчас среднестатистического человека и попросим его всякие разные упражнения делать на баланс, на точность, координацию, на ловкость, то окажется, что какие-то упражнения там хорошо делают, какие-то плохо. А все почему? Потому что у человека есть мозг, и этот мозг управляет нашим телом. Вот таким вот телом, которое является охраной души. И у нашего тела, у нашего мозга есть такая карта. Так, мы сейчас проверяем. Тащик карта. Как по анекдоте. Опять по пачке беломора будем садиться. Вот многие по пачке беломора тренируются. К сожалению. Мы достаем карту тела и иногда, когда не заняты разговором с другими, когда не пережевывая внутри нашей головы во время тренировки какие-то мысли, когда мы вот действительно пришли и в храм души заглянули и думаем, как же я вообще столько плыву? Вот как? Где эти мышцы? Что я напрягаю? Что расслабляю? Некоторые наушники втыкают и плывут. Или там пришли в зал наушники что-то приседают, приседают. Я таких 100 тысяч. Видел? Они приходят, приседают. Вот, два, три, пять, десять. Но они так и будут приседать. Потому что нету интереса, собственно. Нету, Катя, интереса вообще никакого. Я просто думаю, я с научных применюсь. Ну, конечно, мне клево. Да, тебе клево. Причем, когда одну и ту же музыку уже лет 20 стоит. На одном месте все стоит. Как качка, я тебя понимаю, конечно. Но осуждаю. Это в зависимости. Потому что что у нас про карту тела там? Про карту тела это про масштаб. Про разрешение и масштаб прежде всего. То есть, если вам нужно сделать какую-то точную работу, ну, не такую, не такую, конечно, точную, как присед, а что-то типа приложение усилий с изменением внутри цикловой скорости, чтобы вы могли внутри какого-то грибка по разному усилия прилагать. Здесь слабее, тут сильнее, чтобы вы чувствовали в этот момент какую-то опору на воду, чувство воды, где у вас кисть поворачивается, что у вас с локтем, с широчайшим, грудной ухлепкой, что с балансом корпуса. Наушников будет недостаточно, мне кажется. То нужна какая-то карта тела более хорошая, чем предлагается нам вот этим гомункулсом, у которого есть только ручки и башка. Соответственно, для того, чтобы спортсмен, особенно если комплексный какой-то вид спорта, где и руки, и ноги, координация и все, вот это должно быть, у вас должна быть карта тела в мозгах достаточно подробная. Вот те участки тела, которые вы хорошо чувствуете, они должны быть чем больше в карте, тем лучше прорисованы. Представляете, вам дать пачку гелобора, действительно, как тем летчикам и сказал, ну, летите, будете садиться. И примерно так же, вот реально точно такую же картину я вижу во фридайвинге, когда приходят люди и начинают мучиться с компенсацией давления. Им говоришь, там, ну, там есть мягко-невого, корень, языка, голос, ущель, там, вот это все, а им глубину подавали. Им надо вот сразу, быстро, ну, как нырнуть, как нырнуть сразу. А что у тебя там происходит? Да хрен его знает, его там в потемках чем-то они ворочают, что-то они там делают, а? И это тоже, да. Что там? Вот так. И что получается? Что для того, чтобы нам хорошо в какой-то области двигаться, чтобы очень быстро развиваться, нам нужна очень хорошая карта тела, вашего тела, потому что при помощи вашего тела вы же все это и делаете. И, слава богу, про пластичность мы поговорили, и что нам может мешать в создании вот этого, вот этой, вот этого, вот этой, вот карты. Почему у всех у нас нету хорошей карты? Почему все по пачке беломородия? Не нужно. А вы же лежите не нужно. Да нахрен, это все никому не нужно, в основном. Потому что тут как в сталкере, ты пришел, ты загадал желание, но выполнится только то, которое ты действительно хочешь. Не которое озвучил, а которое ты действительно хочешь. И есть ли люди, которые согласны прийти на тренировку без наушников. Что-то изменить, что-то вот сказать мозгу. Пойдем сегодня на тренировку, посмотришь, как я плыву, не вот эта музычка, а реально. Как вот мы... И это ты. Куча мыслей ты занимаешь без наушников. Я тут подсказочку написал. Дискуссионная тема для южней. Интеллект. Враг или друг развития Враг. Тут все одно согласно. Я не согласен. Я не согласен. Я слишком много думала. Я говорю, без интеллекта наверное все-таки проприоцепцию не посвить, поэтому враг или друг тут вопрос. Конечно, я бы тоже себя так оправдал. У меня на тренировке был очень одаренный человек, когда я китбоксингом еще занимался. У нас был просто такой чувак, он мог переварить всех и убить все. И как-то у нас была сауна, нормальная сауна, а не то, что вы подумали. Мы после тренировки там обычно занимались восстановлением. И как-то как могли восстанавливались. Восстанавливались все могли. так же, как я. Феноменальная 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 и вот тем так же в единоборствах есть всякие штуковины, там, железные столбы или деревянные паучоком обматывают и ударные поверхности потихонечку прорабатываются для того, чтобы самому себе ничего не сломать, когда этот череп кому-то зарядил или лов. И обычно занимаются тем, что эти ударные поверхности отрабатывают ударными поверхностями. Ну, как-то выходим мы из зала, мы слышим такой звук «Бум». Ну, реально будет все. То есть пол, прожжет, стены, а это тир и там далеко. Тут видно, что Андрюха что-то делает. Да ладно. Да. Он делал этот стиль. Знаешь, руки руки стиль. Но без наушника. У Андрюхи все получалось в спорте между другом. Так что насчет интеллекта. Конечно же, если вы посмотрите внимательно на те процессы, которые выходят уже. И вот как бы я ни одного такого человека знал, но они далеко не уходят. Вот еще проблема. То есть несмотря на свою какую-то некую одаренность, вот отсутствие интеллекта, его недостаточная развитость, что ли, она позволяет сместить баланс в сторону телесности очень хорошо. То есть этому человеку было всегда и везде хорошо. Ему пожаловала уху после тренировки. Он сел в уголок сидит и чувствует свое тело. Ему вообще ничего не надо. Ему нет никаких наушников. Он испытывает удовольствие от ощущения того, что он живет в своей теле. Он никуда не бежит, никуда не... Чего там, как сегодня, какие планы, куда пойдем, есть что послушать. Такого не было. Он постоянно... Может это, конечно, какая-то после таких ударов обстал. Конечно же в тело приди, мне кажется, нормально. Собственно, я думаю, вывод очевиден, что на самом деле на начальном этапе, может быть, есть какие-то предпосылки для того, чтобы интеллект был нашим врагом, и вы, скорее всего, на какой-нибудь статической надежде дыхания это очень хорошо ощущаете, что вы очень сильно вовлекаетесь вообще в любую деятельность. Вы привыкли это все комментировать, и выгодить там что-то обсуждать, себя ругать. Вот там недавно приезжал спортсмен, вылез, я ему говорю, ну, давай, по блокам. Отрицательную плавучесть прошел, набрал, дальше что? Голосовая щель закрыта, что в груднике? Понимаешь, я что-то так устал. У меня по жизни сейчас вообще такая беда пошла. Прям, короче, чуваки одни, они мне что говорят? погоди, смотри, нырнул, прошел зону положительной плавучести, набрал и я что-то не готов сегодня об этом говорить. я займусь этим по-другому. Я однозначно, я все понял. Я вообще все понял. Я найду время, мне, короче, надо будет поехать куда-нибудь, выбрать время, и я этим обязательно займусь. А сейчас, блин, что-то накопилось, звонки, вот это вот. Ну и дальнейшее развитие, получается, как бы прерывалось. потому что то, чего я хотел, от того, что представляет себе тот человек, не выйдет. И да, и нет. Интеллект это очень крутая штука, которая помогает вам искать материалы. Приехать на конференцию, найти спикера, найти товарища, друга, еще кого-то, который даст вам купить всю информацию, который даст вам некий толчок, еще что-то. Но, но, тот же самый интеллект, который у вас от скуки требует размечения на тренировке, приходит и требует с кем-то пообщаться, какой-то мудочи, он же всю работу убивает к чертям. Вы не чувствуете никакого вашего тела. То, что должно плыть и развиваться у вас просто как о губах там болтается, вам даже похрену, что там с ним происходит. У вас другие задачи, вы там на работе, вы там да где угодно, только не те. И это тоже ты, да? Какой многогранный человек. Олег, можно следующий? Все, кучу перемешалось. Вот навыки в глубинном придаве хотелось бы остановиться, что от бассейнового глубинный отличает что? Что непонятно, что отличает. на самом деле для глубинного придавина нужна очень хорошая чувствительность, потому что очень непонятно каким образом, вот непонятно любого аспекта глубинного придавина коснись, начиная с компенсации давления, начиная приложением усилий, расслаблением тела, везде окажется, что нужны специфические навыки, которые очень странно как-то управляются, с ними с наскоками, с наскок их тяжело освоить. И в первую очередь это чувствительность и управление вниманием. То есть чувствительность это как раз та зона сенсорного кортекса и та карта, карта тела, которая всеобъемлюще охватывает ваше тело, которая помогает вам сделать что-то. Сейчас чувствительность не будет работать без умения управлять вниманием. Если вы на секундочку почувствовали, как у вас движется локоть и сразу же забыли об этом, потому что там нож не проходит, то, конечно же, ничего не произойдет. Ваше внимание должно культивироваться и устойчивость внимания тоже должна культивироваться. И меня очень смешит, когда предлагаю прийти и 40 минут медитировать. Я не то чтобы но я иногда недоумевал, а что вам мешает вместо 40-минутной медитации пойти без наушников и помедитировать в ваш локоть высокий, в ваше плечо, в вашу грудную клетку, в вашу кисть, пальчики, ноги, как оно двигается, как вы прилагаете усилия. Это будет самая лучшая спортивная медитация. Вот, я понял, как относиться к слову медитация без какого-либо контекста. Это будет спортивная медитация. Вы приходите на тренировку вместо наушников просто работать со своим телом. А что вы говорите тем, кто вам говорит, что, как дела? Ты говоришь, у меня тренировка. А лучше всего ничего не говорить, если вы так скажете каждому человеку по 10 раз, вас никогда никто больше трогать не будет. Ну и общаться тоже не будет. Но вам же не это надо. Соответственно, вот эти два, как по моему мнению, два навыка, которые очень-очень тяжело культивируются. И на самом деле здесь есть какие-то природные особенности. Есть люди, которые очень хорошо чувствуют, есть люди, которые плохо чувствуют, но чувствительность потихонечку, полигонечку развивается. У кого-то со скрипом, у кого-то нет, но все вот это можно. И даже йоги доказали, что они могут управлять вниманием, поэтому у вас тоже скорее всего получится, если вы будете уделять внимание своему тренировочному процессу. А это я уже проговорил. Олег, можно пожалуйста? Следующий. Вот, длинно, долго, роль чувствительности внимания в охоте дали. Компенсация давления. Зачем нам нужна чувствительность внимания? Мышцы очень маленькие, очень маленькие малюсенькие. Как нам их найти в холодной воде, вниз башкой, дискомфорт, как, где это все, как только мы погружаемся, как только нам хочется дышать, все наши внимания куда-то переходят, на дискомфорт, на воду, да хоть куда, только не в эти маленькие мышцы. Очень много отвлекающих факторов, и для того, чтобы этими мышцами управлять очень хорошо, вам нужно такое железобетонное, такие железобетонные нейронные связи, которые будут позволять вам чувствовать их вообще в любой ситуации. Хреново вам, хорошо, плохо, весело, грустно, больно, обидно, задержаво, но все равно вы чувствуете ваше мягкое небо, голосовую щель, и вот это вот все, и там нету никакого волшебства, нету никаких волшебных этих таблеток, это все как-то очень даже смешно звучит, когда люди из спортивного, когда люди занимаются вроде бы спортивным питанием, приходят, ты же всем управляешь, ну что-то вот не пошло, а что там с продувкой, ты хреново не знаю, компенсация давления, чувствительности внимания обязательно нужны, навык активного расслабления, расслабить поможем только то, что чувствуют, есть куча, есть куча способов расслабить большее количество мышц, чем они расслабляются быстро, но стоит вас напугать три старта за три минуты, как только вы вот так вот вздрогнете и напряжетесь, вам придется всюду вам какую-нибудь полчасовую сессию, вашу сессию этого вы лежите на берегу моря, наше колени падают, вы расслаблены и чувствуете, вода помывает наше тело, ну и придется там сказать 30 минут и я расслаблюсь, в спортивном питании нету такой фигни, нам невозможно медитировать по 40 минут для того, чтобы правую пятку расслабить, нам нужна глубина и скорость расслабления, мы должны расслабляться очень быстро, очень качественно, и это невозможно без картирования, без чувствительности и без стабильного устойчивого внимания, это просто невозможно, у меня есть куча знакомых, которые по 20 минут готовятся, потом такие, еще две очкою, давай я прокручу, технические навыки, ну как, зачем, это все не работает, технические навыки, что такое чувствительность в технике, вы можете расставить любые датчики где угодно, вы можете за счет чувствительности понять, каким образом вы давите навыки, каким образом вы толкаете, где у вас руки, где у вас ноги, под каким углом все движется, и очень-очень достаточно просто это все поменять, конечно же, лучше это делать с тренером, с видеокамерами, но если вы ни хрена не чувствуете, у вас ничего не получится, вот вообще ничего не получится, потому что должна быть карта, должна быть чувствительность, и тогда это все начнет работать, так как, если вы, ну вот, в глубинном фридайвинге это очень важно, потому что, достаточно простого примера, если у вас есть погружение на предельную глубину, допустим, 100 метров, 100 метров, ну в принципе, для басика тоже подходит, вы выходите на старт, у вас предстартовый мандраж, и вы начинаете терять чувствительность, вы теряете чувствительность, и обычно, когда мы теряем чувствительность, мы прилагаем усилии больше, чем нужно, вы ныряете, и это тоже и ныряем на эти 100 метров, и вы ныряли 3, 4, 5, но в условиях старта потеряли чувствительность, вы не чувствуете, как вы внутрицикловое усилие прилагаете, вы не чувствуете, что начинаете бить больше, вы начинаете видеть, что вы сильнее начинаете вкладываться в удары. А у вас еще какой-нибудь наркоз, которого не существует, начинает накрывать, вы начинаете, ну, недогазанно, поэтому многие утверждают, что его нет. И под воздействием наркоза вы можете начать предлагать больше усилий. Не дай бог, если вы еще испугались и начали торопиться, то это вообще труба. То, конечно же, вы сожгете весь кислород, и вы даже не поймете, что вы сделали. Вообще не поймете. То есть вас вытащат с глубины 20 метров, и вы будете несколько недель думать, что я такого сделал, что я сделал. Это за что? Да. А ты на самом деле просто не видя этого, не чувствуя, приложил больше усилий, сжег кислород, ну и все. Психическая устойчивость. Что это такое? Что это за магический зверь, который позволяет нам не бояться соревнований и все вот это прочее? Психическая устойчивость на самом деле это такая элементарная штуковина. Мы вчера обсуждали, есть хорваты, есть ты, который посмотрел на хорватов и испугался. Ну вот, ты не смотри на хорватов, ты смотри в свое тело. Вот умение долго и стабильно удерживать внимание в ощущениях тела, либо в каких-то других ключевых точках, которые не возбуждают, которые не приводят к стрессу. Это все приводит к тому, что вы просто-напросто, видя, куда ваше внимание ускользает от вас, возвращаете его на место и остаетесь спокойным, расслабленным и не вовлеченным в соревновательную деятельность или в еще какую-то. Контроль и самодиагностика. Ну, немножко про контроль, ну вообще про это можно долго-долго говорить, но самодиагностика это супер крутая штука. Если у вас есть чувствительность, если вы можете вот эти датчики по своему желанию в нырках, в бассейне, в глубину расставлять, где вы считаете, что у вас есть какая-то темная зона и где у вас есть вероятность возникновения ошибки, вы за счет своей чувствительности, за счет направления внимания в эту область эти ошибки можете выявлять. Это очень просто, может звучит какая-то магия, но вот ты плывешь и кто-то там, тебе есть коллег, говорит, ты что-то там как-то рисковато бьешь, ты такой, ага. И пошел, сделал нырок и посмотрел, каким образом ты в конце движения вкладываешься. Оказалось, что ты там вначале начинаешь выступить, в конце зачем-то расслабляешься, нужно наоборот. Ты это почувствовал и взял это и изменил. Да? Ну что там, если ты это чувствуешь, это легко изменить. А кто-то будет годами это делать, кто-то будет годами ходить по семинарам для того, чтобы ему сказали, что нужно вот как-то силу приложения изменить, если кто-то увидит это вообще. И что-то изменится. И бах, сразу там 10 метров прибавился. А тут вы можете это сделать сами. В принципе, вы сами себе тренером становитесь, когда понимаете, видите. И тут уже без интеллекта никуда, кстати. Потому что у вас должны быть модели правильных движений, у вас должно быть понимание техники, у вас должно быть понимание того, куда смотреть, где смотреть, что анализировать и так далее. То есть здесь уже такая очень творческая и интересная работа. И тут, конечно, о, у нас тема для обсуждения. Получение удовольствия. Где это вот ощущение возникает? Очень Леша хорошую тему затронул, как хедлайнер нашего фридайверского движения. Про получение удовольствия от фридайвера, что не надо копытить, не надо вот быстро там, хочу быстро бегать, прыгать, искакать к результату, что нужно постепенно. А почему, почему, давайте поздремся. Он сказал, что главное это получение удовольствия, так и есть. То есть есть мотивация, есть мотивация. Когда вы, ну я можете, кстати, там если про хиту мотивации начать рассказывать, там вот, еще хуже, чем про тех фридайверов, которые после 30 приходят. Там такие мотивации бывают. Ну вы сами знаете, если загляжете. Да? И все-таки глаза. Где мы получаем удовольствие от чего? Мы фридайверы. Ну, красивые ласты, Леша, все были на Лешиной Лекции? Красивые ласты, Инстаграм, это удовольствие когда? Когда, когда, когда тебе лайки там появляются в Инстаграме, ты такой, ааа, ааа, красиво. Тогда да. А на тренировке? После нее. Отдакт с водой. После нее. И это тоже так. Да, смотрите, мы можем получить удовольствие после тренировки, когда у нас есть интеллект, и он нам говорит, ты, короче, круто поработал, ты вообще сроссавчиком. Ты сделал этот объем, дааа, тренер тебе еще по холочке такой потрепал, и ты вообще такой. Ну и слава богу, это вообще лишнее. Почему? Потому что самое главное, это внутреннее удовлетворение. Но внутреннее удовлетворение, оно когда получается? Когда получается. Когда получается. Верно, когда получается. То есть, это удовольствие, оно идет вне ощущения нашего тела. Это, ну, интеллектуальное удовольствие. Мы купили новую игрушку. Клево. У нас получилось проплыть? Ну, вообще огонь. Потому что у вас совпали ваши представления о крутом спортсмене, и то, что должен делать крутой спортсмен в одном месте, и это оказались войны. А? О-о-о! Вот это я доволен. Но это не истинное удовольствие. На этом удовольствии вы в спорте высших достижений никуда не уедете. Там нужна более грубая, более сильная мотивация, которая будет позволять вам через пот, слезы, кровь, боль и все вот это приходить на тренировки, терпеть унижение, страдание. Это тоже про тебя. Только ради того, чтобы выйти на пьедестал и получить какое-то удовольствие, а потом только уходишь и думаешь... А у тебя все? А у тебя все? Че, все? Но нет, на самом деле это тоже свое удовольствие, тоже, и, конечно же, имеет право на жизнь. Но очень часто мы видим спортсменов, которые вкладываются, очень сильно вкладываются. У них ожидание от вида спорта своего, ожидание от результатов. Они очень разочаровываются, если у них не получается. Они очень чувствительны к критике. Они очень чувствительны к каким-то вот малейшим фруктуациям вокруг них, потому что это все на них влияет, на результаты, вот это вот все. Это одно. Чувствование тела. Чувствование тела. Девочка еще удовольствия, чтобы похудела. Ну опять же. Не, а при чем здесь удовольствие от того, чтобы похудела? Твое тело, на самом деле, похрен, худее, оно и толстее. Это твое представление. Не, на чувство воды, конечно, удовольствие от чувства воды, чтобы там двигаешься, не тонешься. Не тонешь. Ну и ты, кстати, многие же люди кайфуют, например, от фрифола. Почему? Ну, определенные ощущения мне, наверное, это такт с водой. Я не хочу монтизировать всю эту историю, но мне кайфово прийти и вот поплавать просто. Ощущение физически от того, что ты плывешь, где бы там ни было, в бассейне, на море или ты ныряешь, они клевые. Мне нравится, меня это привлекает. Я не знаю, как у других людей. Знаешь, что многие кайфуют от фрифола прямо вот. Сереж, у тебя так? Слушай, южная я. Ну, мне чувство воды нравится. Ура! Я даже гидроги не очень люблю. Любишь воду? А какая теория, я услышал, что хотел, только от Оли. И из множества очень ярких, все-все платит, хватит, не разгоняйся. И из всех спортсменов, которых я лично наблюдаю, вот самая какая-то большая страсть и любовь, это у Олеси. Ее из воды вот просто не вытащить. Она может, мы тренировались какое-то время в месяц, то есть она может нырнуть, будет еще плавать, что-то плюхать, закупаться, и доставляет какое-то невероятное удовольствие от того, что она находится в воде. Я просто, что делать? Оля, вам уже все сказала. Да какое чувство воды? Это просто удовольствие. Удовольствие нахождение в воде, да. Давай еще раз. Просто удовольствие. И ты его получаешь. Давай, добивайся. И когда тебе, тогда тебе вообще ничего не надо, по большому счету. Если у тебя есть кайф от ощущения своего тела, если ты приходишь на тренировку, прешься от того, как оно работает, если тебе приятно в нем находиться, тебе вообще ничего не нужно. У тебя, ну, для получения удовольствия ничего не нужно. У тебя есть тело, опять его удовольствие получаешь. В принципе, можно получать удовольствие от любой вида деятельности, но действительно, в воде это все очень круто получается, потому что, ну, есть много способов получить удовольствие, но, например, я холодную воду не люблю, но тоже нравится купаться. Ты пришел, поплавал в холодную воде, что-то не то, пришел в душу. Встал он бомбом. И 40 минут под душем. Получаешь удовольствие. Соответственно, удовольствие, удовольствие, вот такое, и долгосрочная перспектива развития спорта вашего, она будет лежать именно в чувствительности, она будет лежать в вашей карте проприоцепции и умении получать удовольствие именно от тела и от процесса, а не от ваших интеллектуальных каких-то увлечений, какого-то хрена вы приносите с собой в бассейн. И, по большому счету, если вы начнете присматриваться к тем людям, которые вокруг вас тренируются, вы увидите, что хорошо тренируются те, кто тренируется с удовольствием. Есть очень смешная история. Жал, Леша Молчанова. Нет, мы будем над ним посмеять. Что-то мешает без него. По-моему, это конкурат был. Леша вообще не видно, не смешно было. Он капитан. Он отцепался, готовился к стартам. И что-то на тренировке рубанулся брасом. Где-то на 85-ти, что ли. И опять его не видно, не слышно. Он на тренировке что-то пробует нырять. Потом вернул 90 опять на тренировке. Приходит. Есть такой довольный. Говорит, ребята. И все такие. Роснулся. Ребята. Короче, у меня сегодня был еще как. Короче, такой крутой нырок. Я пришел, собрался брасом, нырнул. И знаете что? Я заставил себя получить удовольствие. Тяжело, да. Было тяжело. Ну, там. Но я заставил себя получить удовольствие. И как вот это откровение, опять, это искреннее откровение человека, который успеет получать удовольствие от того, чем он занимается. Вы вдумайтесь получить удовольствие от нырка брасом на 90 лет. К этому нужно идти, ну, нормально надо идти, и без наушников. Олег, можно следующую? Следую. Что ты меня отроллишь? Ну, я в зале только наушники использую. А ты думаешь, я совсем тупой и не увидел, что ты всегда пересела? Ну, я что бы... Какая-то села? А ты видишь, что она вообще сначала сидела там, потом и села? Качую, качую. Мегрирую. Через 3 минуты она будет стоять вот тут, в наушниках. Зачем тебе такие большие услуги? Слушай, ну-ка, наушники у нас. По-моему, это последний слайд, да? Да. А мы успеваем? Ну, и все, узнаем. Ну, и все, извещай. Схочу. Я так углелся, что дискуссию озвучил пораньше. Мы получаем удовольствие. Да, да, и еще не получаем удовольствие. Все по-моему. Ой, да. Мы просто от тебя получаем все удовольствие. Давайте вернемся к волшебной таблетке. Это самая страшная штуковина, которая есть. Это действительно хрень, которая рубит весь прогресс на корню, это то, что объединяет людей в куче, когда они прыгают. Они вот, мы команда. Все равно каждый из этой команды выйдет на старт в одиночку. Ему в одиночку надо будет там в глубине что-то делать. Им это ничего не поможет. Но зато они чувствуют себя не одиноко, зато они чувствуют какую-то поддержку, какую-то вот... Ну, это только допорадник. Нам психолога, они бы, наверное, нам рассказали про вот там вот эти все мужские сообщества. Это все бедные, недолюбленные дети, и они собираются в кучки вот как раз для того, чтобы заменить... Ну, так глубоко мы не будем. Нам интереснее другое. Что... Влад, пчел. Самая большая... Ты куда пошел? Удовольствие получил. На самом деле, какое удовольствие? Если у вас... Если у вас цель находится где-то в районе... В районе вот ментальной мотивации, если у вас цель идет не получение удовольствия вашего спорта, а надрать кому-то задницу, показать всем, что вы круче или еще что-то, то вы будете искать волшебную таблетку, и, может быть, вам следует вообще просто открыто посмотреть на себя, увидеть, что у вас есть, и заняться прямым удовольствованием того, чего вам надо, а не мучить людей во фридрайвинге своим присутствием. Это... Это просто очень хороший, очень быстрый путь и логичный. И от этого останутся все только счастливее. Вы прямой дорогой идете к себе, а у нас, ну, другие студенты, ну, с другой стороны, нам сообщество надо развивать. Что делать? Непонятно, что делать. Поэтому вот... Какой-то бизнес-коучинг сейчас будет. Да. Он про волшебную таблетку. Ну, надеюсь, всем понятно, что нейронные связи вы в коллективе не создадите. И в наушниках. Ну, и в наушниках есть шанс. Смотря какие. Наушниках есть шанс. Ну, то есть, выращивать ваши нейронные связи будете вы. Никакая команда, никакая поддержка, никакой супер-коуч, никакая волшебная таблетка вам не помогает. И здесь, как с, опять же, с Тругацким, что если вам неинтересно то, чем вы занимаетесь, если вы хотите быстрый путь кому-то заплатить, и вас на лифте довезли до... То что надеялись? Сразу на подиум. Сразу на подиум. То... То да, нужно, можно, и многие даже предлагают это. Но, если вы хотите перейти... Перейти в некую телесность, если вы хотите получать удовольствие от своего тела, и удовольствие от своего тела в занятиях вашим фридайлингом, то... Конечно же, ваши тренировки должны быть другими. По качеству внимания и по качеству чувствительности и, скорее всего, по целям. Цели должны быть совершенно другими. Работа будет мягче, работа будет дольше, но это залог будет вот этого, залог спортивного долголетия. Вам никогда не надоест фридайлинг. Вы никогда им не наедитесь. Сколько бы вы его не сожрали, вам все время будет мало. Спортивный это фридайлинг будет, околоспортивный, рекреционный. Вы всегда будете получать удовольствие, и вам будет хотеться еще и еще и еще. Ваши хорошие... А ты же это в каком году? Будешь ли, когда приехал и выиграл все дисциплины? Это было в каком? В одиннадцатом, по-моему. Больше, чем 5. Не, одиннадцатый или десятый. Нет, десятый не видел. Нет, я вижу ранее. Но это потому, что не было... А, он ушел. Самый разрушен. И вот это действительно стоящая штыковина, потому что... Ну, и я... Сейчас пафосно прозвучит, но я занимался разными видами спорта, и у меня хорошо получалось и в лыжных гонках, и в кикбоксинге, хотя вот в кикбоксинге далеко бы я там не ушел из-за специфики какой-то ментальной, но... Вот мои коллеги по цеху уже давным-давно бухают. И начали они это делать давным-давно, и им спорта не интересен. И те люди, которыми я восхищался... 40, конечно. Те люди... 40, это срок. Те люди, которые для меня были кумирами, сейчас выглядят просто ну, как какие-то страшные мешки. И очень часто пловцов вы можете послушать, как они любят в бассейн ходить после завершения спортивной карьеры. Вот очень бы хотелось, чтобы ваш фидайвинг, даже у тех, кто занимается им в спортивном направлении, чтобы он был, как у Леши. Даже если вам, ну, совсем в 90-м раз, не заставляйте себя получать удовольствие. И теперь... Ну вот у нас вся лекция была на самом деле про то, как развивается проприоцепция. Про то, как развиваются нейронные связи. И к концу лекции вот сама дискуссия, мне кажется, становится бессмысленна, потому что нету способа развить проприоцепцию, если вам это не интересно. Если вы не вовлечены в этот процесс. Если у вас нету действительной мотивации, если не присутствует телесность. Но вы можете попробовать сделать шаги в этом направлении. Попробуйте приходить на тренировку и вкладывать все свое внимание, все свои усилия, ощущение тела в чувствительность. И просто смотреть. Просто смотреть, как все работает. Когда вы начнете смотреть, как это все работает, вы увидите, что вам открываются, ну, какие-то новые интересные вещи. Вы начинаете чувствовать больше. Вы начинаете чувствовать ваши кисти, предплечья, локти. Вы начинаете понимать, что чувство воды, это не какая-то там какая-то штука, которую надо десятилетиями бахать и работать, а что ее можно реально пощупать. Но для этого нужен интерес. Для этого нужно пробовать. Поворачивать кисти, локти, экспериментировать и все время получать обратную связь от того, что вы делаете. У вас повышается чувствительность. Вы начинаете чувствовать, как вы быстрее продвигаетесь. Лицом, руками, корпусом, кожей. Вы начинаете чувствовать качество воды во время толчка, ее упругости. То, как вы скользите, долго, длинно. Вот вы начинаете ощущать положение корпуса. И ощущений становится все больше, больше, больше. Но это, конечно же, не случается, как какая-то сказка. Вы пришли наушники, сняли, и сразу же у вас карта проприоцепция разцвела. Как знаете, в игрушках у главного героя карты, она там черная. И он такой заходит, и такая область, бах, и светлость. Ну, хотелось бы, что будет так, но это будет очень медленно. Ну, попробуйте. Без наушников попробуйте больше. Ну, я не представляю, как можно бежать десятку без наушников. Вот просто не представляю. Так не бежи десятку. Ну, ты от скуки же скуки. Да, ну, не знаю. Но, если есть интерес, можно же не бежать десятку. Можно здесь бахнуть пару спринтов. Здесь на одной, здесь на другой. Здесь мы многоскоками в гору бежим. Здесь можно вообще задом побежать. Есть куча способов, как сделать себе приятно и разнообразно. Я себе, ну, я бы сдох. Десять километров. Да, ну не тупи. Не, ну кому-то нравится. Ну, типа, так принято. Нет же. Если бы нравилось, наушников бы не было. Без наушников, если бы. Ну, конечно, ясно. Если тренировать красота. Да, мне не нравится. Да, мне не нравится. Катя, делай так, чтобы нравилось. Да, да, это правда. Я сейчас заставлю. Да, не занимайся тем, что тебе не нравится. Давайте же не занимайся. Во внимании. Тихо тут на передних рядах. Ну, люди кофе так пьют. Ну, нет. Хорошо, Саш, зачем музыка? Зачем тогда музыка, если ты ее не слышишь? Ты слышишь фоном. Вот мне ритм нужен. Причем один и тот же. От стилы я просто по-другому не знаю. Этот пример я взял просто потому, что Катя сказала, что она в наушниках. Сказал бы кто-нибудь что-нибудь другое, что-нибудь другое. Бегайте в наушниках. Главное качество вашего внимания. Куда вы его направляете? Проблема в обнимании. Во внимании. На самом деле не у всех такая проблема, что если наушник. Человек может быть не без наушника, но с вниманием все равно. Может быть. Это, кстати, я сейчас тоже соглашусь с Кашей. Да, ты что, прикалываешься? Я так же... Да, я прикалываю. Молодец. Например, когда читаешь, я из ЕФ в каком-то общественном транспорте, я учусь от прийти в общественном месте, мне проще с музыкой это делать, потому что она перекрывает, по сути, шумы, которые меня отвлекают. Я концеприруюсь на то, что я делаю. Так, тебе никто не подойдет. А, кстати, да. А, кстати, да. А, вы интроверты. Парабушки социалованы. Где вас есть, что никого нет? Боились общения вот этого всего. Андреич... Примером, у российских как раз сборные, вот они выиграли олимпиаду... Подожди, пожалуйста, стеклу бичу. У меня там мультизадачность, включи, не мой конек. Короче, вот, если есть у вас внимание, вы его можете в какой-то определенной точке сконцентрировать. Это то, что называется концентрация внимания. Есть у вас некий фон и концентрация внимания. Внимание у нас может существовать в таком ключе, когда он увидит все сразу, может быть, в таком. И есть способность его удерживать в каких-либо точках. Вот, желательно, конечно, для фридайминга, в котором есть куча отвлекающих факторов, тренировать стабильность внимания, или чтобы у вас не было вот такого, ну, чтобы меня не отвлекало. Вот вас, по сути, вообще ничего не должно отвлекать от того, чем вы занимаетесь. Вы должны тренировать стабильность внимания. И стабильность внимания, это его состояние, а стабильность, это то, как долго оно может находиться в одном или в другом состоянии, или в промежуточном. Вот стабильность, оно, это тоже качество, и оно тоже тренируется, и оно тренируется, ну, не тепличными методами, вы должны уметь своим вниманием управлять вот в абсолютной каше, коим является старт в глубинном чемпионате, где все время что-нибудь случается не так. И, ну, для спортивного фридайлинга это очень хороший плюс, если вы будете, ну, неотвличимы от всего. Вот, я что хотел сказать. Но, я вот, мне все равно, с музыкой, без музыки, какая такая разница? Делайте что хотите. Делайте вообще, что хотите. Катя? Смотри, мы тренировались всегда через, ну, кто знает перетренированность там в разной степени, вот мы тренировались до рвоты. И таким образом выходили на чемпионат России. Не о какой осознанности, вот я просто себя вспоминаю, как мы все доколебывали до мастеров спорта. Можно я тебя принимаю? Да, никакой осознанности речь быть не могло. Мы выживали. И выживали через боль, через слезы, через синяки, через разорванные мышцы. Все это было вот так вот. У меня все коллеги по спорту по предыдущим, они такие же. У кого-то колено, у кого-то 10 сотрясений. Я упомнил свою колену, сломано челюсть, нос 10 раз. Только вот одну боль, усталость, страх и ужас и выступление на чемпионате России в Симператоре 39. И вот этот вот весь ад, я пришла во фридрайвинг. И это, можно здесь ничего этого не делать. Нет напряжения, боли, усталости. И ты тут получаешь удовольствие. От чего? От того, что ты можешь делать то, что ты хочешь. Ты хочешь расслабиться, ты хочешь не обращать внимание на то, как ты тренируешься. Просто нырять для удовольствия. Ты нырешь для удовольствия. Хочешь сказать, вот как ты сегодня сказал, ах, сегодня давайте не об этом. Ах, не пошло. Ой, не надо. Не пошло, это не ко мне. Нет, ну вот условно. Да, вот они получаются разные. Разные. Да, да. Вы тоже себе получаете. Спорт, стойкие достижения, это будет другая история. Да, мы тут, конечно же, в кучу смешали. Спорт высоких достижений, спорт невысоких достижений, спорт низких достижений. Да, вообще не спорт. И вообще не спорт. То есть, фридайвинг объединяет нас всех тем, что фридайвинг это какая-то у нас такая область, где можно действительно получить удовольствие. Но самое смешное, что удовольствие можете получить от чего угодно. От пауэрлифтинга, от жима лежа, от подтягиваний, от прыгания на скакалке, от чего угодно. Ну, просто так совпало, что во фридайвинге есть куча совокутных факторов, которые делают это проще, легче. Учитесь получать удовольствие от... Все. Конец.